юрка я придумал завещание какое тебе оставлю я когда я кеды пашка в задвину ты меня в пенал деревянный положишь тоже в этих очках чтобы через там тысячу лет меня археологи найдут и вот как на этой футболочки мой череп будет улыбаться для вас тебя в узбеке привет ребята здравствуйте наши дорогие прикалываемся сидим сегодня друзья мои как вы поняли из названия видео будет разговор небольшой о часиках вот часиках бушных сейчас объясню почему значит те кто следит за каналом давно знают что у меня такое хобби есть этом то делаю сам часы то что-то переделываю еще иногда вот хобби заключается в том что ходят там с юрой на барахолку на какую-то там выискиваем что быть интересное либо на сайтах там типа мешка или авито в частности часы я люблю часы поэтому значит пытаюсь хобби она заключается в чем там можно тупо пойти за какие-то купить в магазине новое в этом нет ничего такого никакого хобби а здесь самый интерес найти интересную какую-то хорошую вещь за небольшие деньги вот грубо говоря тот же аукцион есть мешок там начинаются выставляют грубо говоря часы с рубля и вот люди торгуются и пытаются там кто перебьет ставку купить за недорого хорошая вещь и у меня приближается день рождения у любимого человека даю там всякие она любит драгметаллы кольца перстни ну и женщины есть женщины вот и в свое время дарил золотые часы а поскольку они носят и золото и серебро значит решил подарить и серебряные часы поискал на тех же мешках авито или мне повезло я купил хорошие часики чисто серебряные чайка вот сегодня мы о них поговорим покажем расскажем во первых что это за завод и суть даже видео них в том что мы будем говорить об именно об этих часах а в том что можно приобрести бы ушную вещь неубитую мы привести еще немножко в порядок придать и нормальный товарный вид и она как будет как новая то есть понимаете взять в частности вот тоже на том же мешке купил у нас есть обзор вот на эти часы хорошие часы секунда из ссср позолоченные тоже привели в порядок и они меня сейчас радуют и ждать и еще я к тому говорю что у нас есть подписчики он как-то написал в комментариях вот о бушных часах а меня мол папа там приучил что нельзя покупать часы бушные молот знаете какая-то из области вот какой-то оккультной там фигни аура фига ура чужая там неизвестно какая то знаете что когда черная кошка дорогу переходят и все значит не пойдем люди вот ну бывают такие как он называется суеверия но если вы боитесь ну сходите там в церковь их осветить или побрызгать святой водой но не знаю нельзя к этому так относиться кто верит того и касается наверно да я отношусь к этому проще поэтому покупаю взяли помыли там или еще что сделано ну так вот ребят сегодня у нас на обзоре вот они часы приобрел я их выиграл на уксоне но я был единственный выставил их человек за 2000 рублей они полностью из серебра это у нас часы чайка так вот что такое часы чайка мы сейчас я вам расскажу а юра нам просто покажет пока будем их разбирать полностью сейчас разберем ну вытащим механизм потому что там все грязное внутри и циферблат и надо будет все это привести корпус с браслетом в порядок то есть почистить отмыть полировать то есть придать им нормальный вид чтобы можно было без найти подарить не стесняясь ну вот юрка будет нам показывать сейчас в макро какой мы съемки а я вам расскажу что же это часы за чайка как они появились так вот есть такой углический часовой завод углич ныне это он является райцентр ярославской области население невеликое немногим более 30 тысяч однако он как минимум ровесник москвы буквально с точностью до одного года первое летоисчисления упоминание углича датировано 1148 годом а день рождения города вообще относится к 937 году углич входит в состав золотого кольца россии он очень красив богат достопримечательностями здесь есть углический крем крем кремль многочисленные монастыри церкви музеи живописная волга и к достопримечательностям также относится не углический часовой завод так вот в тысячи до строительство завода точных технических камней началось в угличе в 1937 году в 1941 году когда город был объявлен предфротновым сюда и вы выкваривали детей из блокадного ленинграда и несмотря на военное лихолесие в 1942 году началось производство корунда и рубина для часовых механизмов ну вот а после войны вступил в строй конвейер по сборке наручных часов звезда а с 1954 года предприятие стало называться углическим часовым заводом в 1959 году были выпущены женские часы волга быстро ставшие популярными а вот теперь у нас подходит знаменательный 1963 год что же нас произошло в 63 году 16 июня 1963 года на космическом корабле восток 6 совершила полет валентина владимирного терешкова который продолжался почти трое суток и в честь этого исторического события все часы производства углического часового завода на начали выпускаться под маркой чайка потому что у валентины терешковой был позывной чайка но она там то есть кричала с корабля земля земля я чайка вот и поэтому с тех пор с 63 года все вот эти вот часы и которые делаются по сей день называется чайка в честь валентина черешкова вот такая вот маленькая история и сейчас правда есть небольшие не то что путаница в 90-х годах завод чайка был приватизирован там стали акционеры и вот как бы существует и завод чайка который делает часы плюс к этому существует ювелирная мастерская которая тоже делает часы под именем чайка там серебряные золотые еще есть типа артелия ну цех такой который тоже чайкой называется и делает циферблаты стрелки и всякие комплектующие для часов так что вот имейте ввиду и современные часы тоже очень интересные и хорошие там с эмалью с финифтью очень красивые с камнями с янтарем и так далее то есть золотые и серебряные всякие сделают часики вот так что вот мы их сейчас будем приводить в порядок будем скрывать вот конкретно вот в этих часах стоит японский механизм и и там нормальный механизм рабочий но нам главное привести в корпус порядок поэтому скрываем часики скрываем их я не знаю где мой чемодан с инструментами поэтому скрою ножичком мы уж не ругайтесь все равно будем полировать корпус так все снимаем крышечку вот у нас механизм миота нормальный рабочий механизм значит многие спрашивают часто про кварцевые механизмы как снять головку дело в том что есть у кварцевых механизмов где-то около трех разновидностей значит есть возле головки . на которую нужно надавить и вынимать головку и есть рычажки вот именно вот в этом механизме здесь рычажок небольшой я не знаю юр ты сможешь приблизить и чтобы я смог показать где он находится да есть я еще знал я покажу мне бачки сейчас секундочку я одену свои окуляры вот здесь вот такой маленький рычажок видно дело что посмотрю маленький рычажок и когда начинаете головку пальцами вытаскивать он туда-сюда ходит но чтобы вынуть головку головка должна быть утоплена до конца и вы на него нажимаете на этот рычажок вот нажали и головочку сейчас просто не очень удобно нажали и ногтиком вытащили головку то есть два варианта имейте ввиду еще часто очень здесь на механизме есть стрелочка которая указывает в принципе где нужно нажимать поэтому ищем здесь либо кнопку точку либо этот рычажок для головка должна работать ловно рулов когда все головку вытащили теперь вытаскиваем сам механизм можно конечно батарейку вытащить чтобы они перестали идти вот он наш механизм с циферблатиком циферблат здесь перламутровый очень симпатичный вот эту вот грязь мы все уберем от моем ну и будем я сильно разоберу домой корпус дома его хорошенечко щеточкой на зубным порошком или с содой серебро легко очищается можно содой его натереть вычистить но с мылом с содой неважно короче от мою и уже здесь на работе потом судя что у нас четверг может быть завтра пойдем там на станочек с пастой гоя все это дело от полируем и соберем обратно когда все почистим так что мы ждем завтра все пошел мыть корпус но сразу вам покажу ребята вот где-то примерно почем все это стоит вот тот же сайт мешок и вот подобные часы то же самое до чайка серебряная но абсолютно идентичная только ценник у них фиксированные то есть на этом мешке можно как люди продают как фиксированную цену делают да так и аукцион вот то же самое как вы видите и вот они у нас фиксированная цена весь сколько стоит девять с половиной тысяч вторые девять с половиной тоже девять с половиной вот единственные 95 долларов это у нас сколько 6000 рублей да все дешевле 65 900 но 3 600 но они вообще убитые какие-то как вы видите все потертые сильно убитая напомню я их выиграл купил за 2000 рублей то я считаю вполне хорошая покупка за 2000 единственное живот на авито они чуть подешевле то что я нашел вот пять тысяч шесть шесть пятьсот ну примерно такие цены но на авито все фиксированы то есть на авито нет аукциона здесь все фиксированное на мешке можно тут люди выставляют вообще с рубля вот рубль выставили и все остальные торгуются пытаются кто победит так что вот и буквально сегодня на почте забрал еще посылочку тоже человек на аукцион выстрел а такие смешные вот часики перстень кварцевые тоже отдам жене или дочки но это импорт уже вот такие смешные кстати у чайки тоже есть подобные часы в виде песня но они тоже из драк металлов там серебро или золото вот грубо говоря перстень и в них встроены часики вот такие на это я на аукционе получилось тоже я был единственная ставка моя 180 по моему рублей вот эти часы обошлись но единственное что доставка тоже около 200 рублей получились не часы 300 с копейками рублей вот эти так что вот так вот и и забавляемся ищем покупаем все пошел мыть корпус ночью перед помывкой убираем все крупные царапинки там наждачная бумажка но он не знаю смотря царапин зависит от полутора тысяч до двух с половиной ну и выводим короче шлифуем в нолик они уже он смотрите такие более белые стали до чистое серебро было темно и становится белым вот мы вот до 3 помоем и отполируем до блеска вот фигачим как обычно короче вот так вот да ну вот парни сейчас покажу примерно чего мы добиваемся то есть на примере крышки царапины крупные убрал да вот она матовая берем теперь пасточку боя мальца ее на тряпочку и погнали прилипает и а такими ритмичными движениями туда-сюда 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 сейчас посмотрим что получится но опа вот такая блестючка вот нам нужно весь корпус вот так вот сделать шепток блестел как новенький царапки есть есть у нас что еще шлифа ним но блестит блять и сравнению я не знаю по сравнению я не знаю разница же есть не ну серьезно есть конечно разница ну так серебряная это блестящая но вот так вот будем добиваться весь корпус сделать все продолжаем привет парни ну здороваясь потому что уже наступил следующий день как вчера и говорил вечерком пришел домой залез в ванну взял с собой вот этот браслетик да с корпусом взял старую зубную щетку и давай его на нем жениться туда-сюда туда-сюда взял соды там зубной порошок и короче вот видите жалко не сделал фотографии до и после то есть какой он был у нас серый потемневший да а сейчас он беленькое серебро стало как вы видите сейчас фокусирует немножко но чистенько все все отдравил и осталось нам это дело все отполировать придать блеск и все будет в елочку и в коробочку его туды вот и кстати пока он пустой у нас вот цене допустим вот смотрите сейчас положим на весы серебро у нас естественно дешевая очень я вчера посмотрел на сайте сбербанка по моему там средняя цена 60 рублей за грамм в скупке посмотрел там вообще 30 рублей за грамм но и вот смотрим сколько весит у нас вот этот безделица так сколько там 15 но и 4 допустим ладно минус стекло 15 грамм так вот 15 умножаем на 30 получаем всего 450 рублей понимаете вот этот чисто как лом как металл серебро стоит 450 рублей а вчера мы видели да я показывал вам на мешке на том же девять с половиной тысяч как-то все завышено в ценах даю вот представь изделия согласен тут плюс еще камушки там фианиты которые в принципе ничего вот эти вот камни фианиты до искусственные бриллианты цена вопроса вообще копеечная но они но не стоит нифига ну вот как бы там ни было да грубо говоря корпус 450 рублей плюс механизм допустим и йота но не знаю то есть вот к вопросу о том что я заплатил за них 2000 вот считаю что это более-менее адекватная цена но никак не девять с половиной тысяч или в магазине если они новые стоят еще наверное дороже вот все продолжаем их полировать поехали снимаем рада но потихонечку парни вот так вот смотрите уже начинает вырисовываться он поблескивает видно блястит сейчас эту сторону добьем ну вот разница да здесь такая матовая белая здесь уже блестящая уже кое-что ну все а потом тряпочкой вручную сейчас механически а потом поехали дальше привет друзья но сегодня вот у нас уже понедельник 14 сентября закончил я полировать корпус с браслетом получилось по моему прилично смотрите вот он у нас блестит весь чистенький блестященький надо было конечно все таки вот сделать до и после все блестяще все полировано и красиво видите как очень достойный корпус получился с браслетиком вот поэтому сегодня займусь чисткой циферблата головочку сейчас уберем надо его тоже помыть напомню он у нас перламутр видно не знаю да ну перламутровый натуральный похоже и аккуратненько надо и наверное стрелочки тоже смотрю они стали темные скорее всего они латунные может быть их полирнем посмотрим как пойдет с циферблатами ребят аккуратнее на будущее если будете делать этот то еще более-менее тут цифр мало самое главное от эти отметки сейчас покажу вот эти вот меточки да они тоже латунные точки вот эти и они еле-еле приклеены того и гляди выскочит а очень маленькие поэтому с ними аккуратно если кто-то будет что-то повторять подобное и вообще мыть ребята очень аккуратно циферблаты буквально пальцами там мылом никаких щеток никаких губок ничего потому что к примеру сейчас покажу ну делаем же молнии да и на них есть классические циферблаты вот подобного плана классика видите вот такой вот он у меня хороший чисто белый очень часто из-за большого наличия масла в механизме когда люди перебарщивают и смазывают слишком обильно масло начинает проступать вот в эти отверстия и здесь по кругу такая желтизна идет желтые такие может быть видели не знаю у меня просто нет таких по моему вот в эту желтизну никогда в жизни ничем не уберете это все это въевшееся масло в пластик потому что циферблаты пластиковые и вы ее никогда не сможете не уберете а будете мыть вот эти вот цифры вот эта краска очень нежная она сходит просто на раз вот стоит потереть немножко и все и сразу все сойдет у вас но нет у меня желтизной нету я просто или выкидываю или не знаю что сделать но вот на этом если только вот чуть-чуть видно вот видите здесь в районе секунды вот желтое пятно его не убрать ничем поэтому аккуратненько тоже вот подобные циферблаты легонечко легонечко вот можно мыть кефиром но и тоже быстро и тоже легонько потому что кефир это щелочь ну кислота в какой-то мере слабенькая да вот кефиром моют иногда циферблаты вот так что аккуратно с ними ну что эти этот я сниму разберу наверное как обычно помою но его слегка надо протереть буквально убрать там налет пыль волоски какие-то ну и все и поставим обратно соберем часы уже обратно и будем упаковывать в коробочку все сейчас сниму посмотрю как он снимается я эти еще не разбирал никогда такие довольно должно быть все не сложно все если что расскажу вам что к чему такс но вот одну стрелочку я вам для примера полирнул шлифанул видите минутная у нас стала блестеть красивая как новенькая и часовую точно так же сделаем но все очень просто две с половиной тысячи наждачная бумажка ну и тряпочка с пастой гоя на палец буквально кладем стрелочку как будто на палец ее приклеиваем ну и погнали придерживайте потихонечку либо вот на подобном станинке здесь есть специальное отверстие то есть переворачиваю футер лег в это в одной из отверстий по размеру да допустим подобрали размер и туда этот футер в это отверстие утопили у вас стрелка получается лежит на ровной плоскости и уже здесь тоже придерживайте один край вот и шлифуется и убежала куда так что вот сейчас я тоже до такого состояния доведу и покажу мы будем ставить их на место вот так вот ее на пальчик приклеили стрелочку аккуратненько чтобы она у вас в ворс не закопалась и полируем я покажу вот видите она приклеилась у меня и вот она блестит я положу ее рядом с минутной посмотрим ну вот что было и что стало до были черные стали чистенькие блестящие ну красота же мы сейчас будем ставить на место аккуратненько ставить буду или при помощи пинцета или посмотрю при помощи пресс у меня есть сейчас найду его секунду ну такой пресс наверно видели до для запрессовки стрелок то есть кладем сюда механизм наживляем стрелочку и надавливаем здесь специальные насадки которые меняются на резьбе они под разный диаметр вот сейчас подберем диаметр нужно и запрессуем поставим на место стрелочки так наживили но минут но я уже поставил не показывал вам что там пинцетом накинул на ось и запрессовал и вот поставил сейчас минутную то есть часовую знаю раньше минутную сейчас все выровняли равняем ребят по циферблату не ерзаем всякими отвертками пинцетами и так далее зубочистку используйте звонок отвлек все заново короче вот все на выровняли поставили зубочисткой подправили если надо и где а придерживаем и запрессовываем аккуратненько ну на больших часах такой легкий щелчок слышно ну то есть дурит и не совсем не давите все вот она на месте у нас все готово все стоит но естественно проверяем на соосность то есть чтобы ровно было да вот 12 часов потом там час дня ну короче все показатели проверяете чтобы ровненько было да самый большой показатель это естественно 36 и 9 часов и 12 стрелки стояли ровно наши сейчас доведем и естественно горизонталь проверяйте чтобы они не цепляли ни циферблат не друг дружку чтобы между всем этим был зазорчик ровненький параллельный еще у нас но вот вроде ровно но если что можно подровнять вот так у нас ровно получилось 9 ну и на 12 последние чтобы они у нас совпали друг с дружкой на 12 часов все ровно но вот как то так можно устанавливать сейчас оденем перчаточки а то я без перчаток все полировал это еще раз протрем и используйте ребят есть вот такой вот называется ластик клячки сейчас я увеличу камеру вот такой пластилинчик он продается в художественных магазинах но я покупал на алиэкспресс вот такая вот пластинка не помню сколько стоит если будет кому-то интересно скину ссылку а вообще есть у нас в художественных магазинах ну где все для рисования там для художников потому что вот этот пластилин такая замазка они тоже масляные краски убирают где ляпнули там что-то и вот эта штука очень хорошо убирает все волоски весь мусор и масло с механизма то есть если много переборщите масло капнете то она убирает тоже все масло и вот аккуратненько им можно взяли на пинцетик маленький кусочек и все это дело чик 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 и механизм и циферблат все лишнее убрали весь мусор вот такой штучкой имейте ввиду ну все сейчас будем готовиться тогда к установке не уже завершать это дело пока текс ну что другим они начинаем сборочку обратную не забываем перед сборкой все-таки окончательную сборку совершать в перчатках чтобы везде было чисто до внутренняя часть корпуса стекло все протертое промытое и вот этой штучкой убираем все волосинки внимательно смотрите на просвет под увеличительным стеклом чтобы здесь не осталось никаких ворсинок волосинок пыли мусора все убрали вот то же самое продуваем окончательно циферблат ну благо что часы кварцевые они механические но все должно быть чисто что здесь у нас ничего не осталось все вытаскиваем головочку и ставим это дело все на место так сейчас секунду сфокусируем зрение установили да и ставим головку обратно значит головки у кварцевых часов обратно вставляются в принципе двумя вариантами в данном случае просто вставляем до щелчка вот во втором варианте ее как будто бы вкручиваете то есть там резьбы по сути нет но такими крутящими движениями она туда заходит по конусу постепенно все встала все держится ничего не шатается все ровненько ну и закрываем крышечку так где у нас 12 часов здесь и номер соответственно у нас чтобы ровно стоял сюда хвостик закрываем вот вуаля все еще выставим точное время или точнее наша заговорческая 10 минут 11 стрелочки блестят мне нравится чистенько все если бы не косяк с цифрами на циферблате то было бы вообще все идеально ну вот наше заговорческое время мировое до 10 минут 11 так во всех каталогах во всех журналах во всех рекламах если вы заметили ставят фотографируют часы ну чтобы не на пол шестого было сами понимаете да все ребята вуаля часы готовы нарыл я дома подарочную коробочку если у кого-то нет бегим бежим в ювелирный магазин но я когда дарю я их не выбрасываю а так складирую все равно женщины не помнят что вы там когда дарили коробки остаются это от какого-то браслета видимо и вот сюда мы ее часики вот так вот внедрим посмотрите какая получается красота ну чем не достойный подарок это к вопросу о том вот что стоит ли овчинка выделки да вот купив их за 2000 рублей потратив немножко времени привел в порядок и по-моему сейчас можно дарить смело как хочется услышать ваше мнение в комментариях напишите что вы по этому поводу думаете и вот не далее чем вчера мы с юркой были у нас в офисе и там наша и за одна из наших девушек увидела у юры часы которые я ему дарил в прошлом году обзор есть на них это рифтайгер на тему там на сейка хамаш она у тебя новые часы юр такой догад в прошлом году подарок на меня кивает друзей она такая блин это вот что я рассказывал о всяких предрассудках суевериях она гать нельзя же мол дарить часы типа тому кому даришь забираешь у него жизнь часть жизни там время ну вот видите люди как рассуждают тоже что вы по этому поводу думаете как вы к этому относитесь напишите пожалуйста комментарии ну а все мы с часами закончили на мой взгляд получилось очень даже достойно неплохо посмотрите вот такие вот серебряные часы чайка по моему все очень красиво вот так вот я конечно могу их на руку себе положить рядом вот с этими с моими да вот примерно вот так вот это все будет смотреться у моей любимой на руке вот так красота мне кажется ей понравится тем более сегодня заметил она дело там всякие серебряные колечки там еще чего-то и вот к серебру будет очень достойно по моему хорошие часы мне нравится циферблат очень то что он натуральный перламутровый ну раковина до перламутр натуральный часы эти скорее всего из начала середины двенадцатых вот дошли до наших дней и вот такие часы все друзья мои вы были на канале юра и юра спасибо вам за то что смотрите за то что подписываетесь ставьте лайки что хотите пишите обязательно комментарии по этому поводу что вы думаете о покупке часов на блошиных рынках скупках second hand короче все мои родные здоровья вам и процветания всего доброго пока всем до новых встреч а сори пока на этой неделе еще все ждут видео по часам и скорее всего приехала вот при мне получил буквально на днях от наших подписчиков между прочим это вот подарок понимаете люди людям нравится наш канал уважают и я расскажу то есть это приехали им подарил мне наш подписчик часы молнию мою любимую к 36 то есть это ранняя молния и вообще поговорим еще раз в молниях какие есть калибры еще раз напомню расскажу еще раз для новеньких историю по молниям вот посмотрим на марьяжные часы тут разные механизмы везде стоят это вот черные скоро будем делать уже едет ребята трифонов звонил и сказал юра я почти доделал так что все вот на днях будем еще часах говорить но сегодня заканчиваем часики чайка названные в честь первой женщины девушки космонавта валентина черешковой вот эти часы названы в честь ее позывного чайка прошу любить и жаловать все дорогие мои пока